Машина на сантере выглядит очень массивно, но есть масса вопросов. Собран он исключительно дерьмо. Ребята, всем привет! Я нахожусь в аэропорту города Харькова. Прямо сейчас я буду вылетать рейсом Харьков в Лос-Анджелес, солнечную Калифорнию, для того, чтобы посетить, по моему мнению, один из самых интересных заводов, завод компании Rezvani. Я думаю, что немногие из вас слышали об этой марке. Это уникальная автомобильная марка, которая делает крутые гоночные автомобили. Помимо этого, они делают еще бронированные джипы, но об этом попозже. Сейчас же я еду для того, чтобы приобрести самую крутую и дорогую модель этого завода и привезти ее в Украину. Я покажу вам весь процесс, как происходит процесс доставки, покупки, после чего, конечно же, она окажется в нашей стране, в Украине, и мы сделаем классный тест-драйв для того, чтобы вас познакомить с самой крутой машиной на Украине. Погнали! Ребята, вот я уже и в Лос-Анджелесе. 15 часов пролетело незаметно, я оказался в Америке. Сейчас я нахожусь на пирсе Санта-Моника. Многие из вас здесь были, кто играл в игру GTA, кто гонял по этой набережной и давил людей на этом пирсе, знают о том, что это прекрасное место, где можно насладиться видом океана и чудесных гор и закатов. Я же приехал сюда не любоваться природой для того, чтобы купить один из самых быстрых и крутых автомобилей, которые производят в Калифорнии. Это автомобиль компании Rizvani. Это гордость компании Rizvani. Единственный автомобиль своего рода. Не многие из вас слышали про этот автомобиль, я уверен. Может быть, те, кто играли в игру Asphalt 8-й версии, есть этот автомобиль, и на нем можно погонять. Я же собираюсь погонять вживую на этом автомобиле, и не просто погонять, но и привезти его в Украину. Что с этого получится, смотрите прямо сейчас. Попробуем его найти. Я думаю, что это будет непросто, потому что перед тем, как прилететь сюда, я написал кучу электронных писем в компанию Rizvani для того, чтобы выяснить все же, где они находятся, где находится их производство, где находится их завод и где можно увидеть этот автомобиль. Отвечают они ни шатка, ни валка, поэтому сейчас я буду звонить и пытаться найти хозяина либо представителя этой фирмы. Людей там работает немного, всего 6 или 8 человек, поэтому я думаю, что это будет непросто. Поехали! Ребята, значит, здесь, в Санта-Монике, возле океана, есть прокатные вот такие вот самокаты, которые можно взять, заплатив доллар и начав их использовать. Вот написано, 1 доллар для старта. Если вы берете его, он абсолютно никак не привязан. Если вы берете его для того, чтобы пользоваться, и не платите, он начинает орать. Он по-китайски, а иногда вот так. Мало того, он начинает тормозить. То есть, о нем нельзя ехать, он начинает тормозить, орать и всячески размещаться, пока ты не заплатишь. Прикольная штука такая. Наверное, что должна приезжать полиция меня арестовать. Но, пухли, пухли, пухли. Делаем то. Оставляют кричащий. И берут тот, который уже, так сказать, подготовлен к нормальной человеческой езде, как у нас это принято. С обрезанными проводами. Ты берешь нормальный самокат, который не возмущаешься, и пхнешь, куда тебе надо. Ну, правда, силами своих ног, без батарейки, но все же. Ну, может, он просто сел уже. Ну, никто не возмущается. Дорога, дорога из носорога. Ребята, в прошествии большого количества времени, объехав половину Лос-Анджелеса, наконец-то нам удалось созвониться с создателем, вдохновителем компании или званием, в принципе, и собственником этой компании, которая нам сказала адрес, одну локацию, на которой мы можем пока увидеть не спортивный вариант их автомобилей, а танка. Я думаю, что это не бронированная версия, мы только подъехали, поэтому сейчас, пока его нет и пока мы его ждем, мы можем посмотреть его вокруг и посмотреть, что же вообще это зацепит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он уже припылился здесь, давно, наверное, стою. Не, ну, он не бронированный, он явно пластиковый. Причем сказать, что непросто найти вообще ни людей, которые работают в компании Резвани, ни контакты, телефоны они не берут, постоянно, вечно они заняты. На сайте написано, что в компании работает всего шесть человек, что все делают они самостоятельно, что все делают они своими руками, собирают вручную. Видимо, поэтому с ними тяжело сконтактироваться, потому что они, видимо, все время что-то собирают как маленькие гновы на своем производстве. Кстати, производство тоже они сказали, что не так просто увидеть, пообещали нам показать его на днях. Я не знаю, если это получится, но если бы все-таки зайти посмотреть, как выглядит цех, где создаются эти монстры. Значит, автомобили эти оснащены двумя типами двигателя. Самый мощный вариант двигателя это 4.6 мотор с 700 одной лошадкой. Обычная версия, не такая мощная, порядка 500 лошадиных сил. Сделан этот автомобиль на базе, если я не ошибаюсь, в ранге джипа, надо еще посмотреть. В принципе, все шасси и вся ходовая часть от этого джипа. А, вот видишь, кстати, вот, вверху есть светодиодная фара дополнительная за нее, по-моему, они просят, если я не ошибаюсь, 2000 долларов. То есть, вы можете зайти на сайт компании Резвани и собрать лично этот автомобиль. Каждая опция этого автомобиля стоит дополнительных денег. В этом автомобиле, я вижу, нет опции, которые есть на сайте. Это выдвижной ножки, чтобы не было удобно залазить. Своим ростом это будет очень удобно. Поэтому ножка за 3500 долларов, она не 3500, по-моему, 5 стоит. За 5000 долларов не помешал бы. Лампа за 2000 долларов. Аудиосистему можно поставить за 8000 долларов в этот автомобиль. В общем, можно разогнаться и собрать себе такой джип за больше, чем полумиллиона долларов. Ну, я не знаю, машина, на самом деле, выглядит очень массивно, но, ну, на вид, если ее пощупать, совсем она пластиковая. То есть, вот это все, это не металл. Ребята, это не металл, это все пластик, причем довольно такой, ну, такой шаткий. Он, ну, тонкий, вы слышите, да, такое? Как, ну, не знаю, честно, как какая-то коробка. Это все, это все, это все пластик. Это тоже пластик. Это тоже пластик. Я думаю, что и капот пластиковый. Не металлический. Странно, интересно. Такая машина все пластиковая. Что, пластиковая? Это не бронь, дядя. Это обычная хрень. Ну, какая-то бронь. Ты посмотри, так ты посмотри, как она, посмотри, как она сделана вот здесь вот, прошива, как она вырезанная вся. Вот здесь, как она вырезана вся убога, ты видишь? Это какая-то... Это пластик и обклеенная пленка. Это пластик и обклеенная пленка, мне кажется, это какая-то, какая-то версия, какая-то, хочется надеяться, что это какая-то тестовая версия, которая, ну, явно не для, не для стока. Некачественно, да ну, слушай, ну посмотри вот здесь Посмотри вот здесь, шо это такое? Сейчас мы еще эту резвание глянем и не захотим Шо вот это такое? Вот это, посмотри, ну это явно какой-то... Говнолеп Не, меня больше вот это смущает, если честно То, что ты показал, вот это меня смущает, история Шо это, ну это вообще жесть Вот это, это шо за... шо это за зазоры такие? Не, пусть он объяснит, шо это за... Пошел объяснить, что это версия, для кого это? Ну, в общем, пока мы не в восторге совсем Поэтому мы сейчас делаем преверсию для потенциального покупателя Который заинтересовался данным автомобилем Высказим свое первичное мнение Но пока, вся вот эта расхлябанность Вот эта вот, она оставляет желать, ну, ну, сильно лучшего Ну, посмотрите просто, как это все сделано Посмотрите, здесь вырезана фара просто Так, ощущение... А, так оно и просто залито силиконом обычно Монтажный Ну, подойди сюда, смотри Они просто взяли и на герметик посадили эту фару Вот этот герметик Его пальцем можно выковырять этот герметик И фару отковырять Настолько это все видно, как это все склеено и сделано Что, ну, машина, по моему мнению Ну, не может такая машина стоить Минимум, она, я напоминаю, идет от 200 тысяч долларов И потолок, это порядка полумиллиона и выше То есть, ну, там машина не запомнила она точно И он здесь просто поклеено все это соплями Это должно быть? Я не думаю, что так должно быть Это Франвель Франвель, если я не ошибаюсь Здесь, в принципе, и руль, по-моему, даже от него Просто перешит фирменный стиль Ну, вот, в принципе, по качеству этого логотипа Можно сказать о качестве всего автомобиля Я недавно делал вышивку на футболку Я могу сказать, что это далеко не самое лучшее качество вышивки на коже Которое может быть Учитывая, что мы говорим об автомобиле в полмиллиона долларов То это, ну, мне кажется, это такая деталь Которая должна вот олицетворять просто качество самого автомобиля Ну, все обшито вот Алькантарой такой Но вот это все А, кстати, да, ребята Нет, это отлипает Это здесь открывается И здесь ты можешь видеть куски подушки безопасности Я снимаю видео сразу для потенциального покупателя данного автомобиля Для того, чтобы он мог видеть и принятие решения Он находится за океаном Принят решение по этому автомобилю за рай Чтобы знать, что его ждет Значит, продолжим Значит, пока то, что я вижу Но есть масса вопросов А, нет, кстати Вот эта ножка, о которой мне говорил, ребята Ножка, напоминаю, стоит 5000 долларов Это опция Поставляется отдельно Она выезжает, когда вы открываете дверь Когда вы закрываете машину Она, по идее, должна прятаться О, она прячется Отлично Когда вы открываете, эта ножка выезжает Опа И все, и она вас ждет Здесь Не надо платить больше Покупайте BMW i3 Там тоже так же открываются двери И можно получить такое же удовольствие Дверь открывается таким образом Вот Кто не знает Это версия призвания танк Здесь, вот это явно Какой-то конструктивный недостаток автомобиля То есть, если оно притирается Сразу понятно, да Что, ну, где-то Где-то чего-то Неправильно состыковано Или когда она едет Где-то что-то трясется на кочках И таким образом Машина Машина царапается А, вот эта херня Ну, такая Как бы под моим весом Она еще держится Как будет дальше, я не знаю Место здесь Печальное Сидеть здесь Скажем так, ребята Если вы планируете брать Версию Заряженной этого автомобиля Бронированную Напоминаю, есть бронированная версия автомобиля Бронировка здесь Для людей, которые в этом соображают Класса Если я не ошибаюсь B7 он называется, да Значит, бронировка класса B7, абсолютно верно 707 лошадей Ну, наверное, вы будете ездить Наверное, иногда с охраной Охрана у вас будет Ну, наверное, чуть крупнее, чем я Поэтому я вам могу сразу сказать Здесь она не поместится Потому что вот При моем небольшом росте Я уже здесь упираюсь головой Здесь непонятно Есть полка Вверху Я вам ее сейчас покажу ближе Я так понимаю Это колонка Наверное Сделано все Ну Здесь вот идет рама Вот Ребро жесткости То есть вот эта вот балка Круглая Вот я засовываю руки Дальше идет крыша Здесь все мягенько так Ну Ну, что вы понимали Это все напоминает мне Велосипед BMX У меня был вот на руле Такая штука Которая была Чтобы зубы не разбить Вот такая отклеилась А там был поролон Слышишь? А я не прикалываюсь Здесь реально такая же Как в BMX Здесь дальше поролон идет Просто мягкий Чтоб ты голову не разбила Балку Может быть не будем дождаться Этого резвания? Я думаю Что он уже не пригодится нам Покажу людям Как выглядит Вот эта косая история Здесь Вот Как здесь идет скот Вот этот вот С этим оригинальным стеклом Здесь обычный багажник Здесь вот идет Вот эти ребра жесткости О которых я вам говорил Вот Непонятно Для чего Ну такое конструктивное Остописное автомобиль От Вранглера осталось Да Это от Вранглера Это его родные Наверное Это Вранглер Который без крыши А без крыши Да То есть они даже Это не срезали Ну Посмотрите Еще раз напоминаю Цену автомобиля Когда у вас Создаются какие-то Когда у вас появляются Какие-то вопросы Вы хотите задать Сразу вспоминайте Сколько стоит этот автомобиль И в принципе Как он должен быть Быть подготовлен За такие деньги Вот посмотрите Как это здесь все выглядит Здесь явно Ну вот у нас Когда В Таврии В Жигули Сабвуферы Вшивают Примерно Вот делают так же Берут полку Из дерева Туда сап Ставят И Зашивают Я буду сломать его А что там Внутри Все смотри На саморезах Дима Ой пипец Посмотри на саморезах Вот это Вот это Саморезами Все Закрывай Это все Я думаю Что Танк отменяется Ну Ребята Как-то так Идем дальше Ну что сказать По салону Это обычная Это даже не кожа Вот это точно не кожа Это точно не кожа Но это не может быть кожей Это дерьмо Это не может быть кожей Это не может быть кожей Я не верю, что она такая может быть неприятная Может и позже Да нет, с той стороны позже Ну какая-то не очень похожа на пыль Значит, еще раз показываю вам конструктивные особенности автомобиля Учитывая, что собрали это с франглера все Вот здесь вот у нас есть промежуток между потолком И вот этой вот рамой, которая от франглера осталась Вот она металличная Кстати, ее можно видеть в родном цвете автомобиля Вот автомобиль был такого цвета, серенький Она просто обшита вот этим куском пластика И здесь есть основная крыша, которую придумал господин Резвани И здесь ее внедрил Вот, кстати, смотри, петля осталась родная Которая была от франглера, правильно? От крыши натяжной, я так понимаю Вот это была крыша, которая покрывала его, родная Вот она осталась, ее даже не срезали Вот, кстати, вот она раз, два и вот она три Смотри, вот эти три петли Ну, в общем, я не знаю, честно Что-то еще комментировать Ну, вот родные вот эти переключатели вранглера Полный привод, который включается Вот как здесь все это обшито вот такой вот дермокожей Вот это что такое под ногами? Вот смотри, вот это ограничитель двери Шикарный, ну классно Ну все, все, ты садишься, закрываешь И зачем вот это у тебя здесь? Вот это вот Для какой цели вот это здесь? Это так придумано Это было так в вранглере Ну, это какое-то сомнительное решение Ну, я не знаю Вот есть, кстати, ОБДшечка, она идет к вам в подарок Сразу, чтобы вы могли сразу диагностировать автомобиль И готовиться к тому, что вас ждет Вот это вот Вот это вот Это, я думаю, даже родная часть вранглера Здесь ничего не менялось Вот это все, я так понимаю, родная часть Вот эти переключатели Джип Подогрев А, вот, пожалуйста Джип написано, да, осталось Родные наименования джипа Подогрев сиденья очень сделан Ну, я не знаю Рассказать вам больше про эту машину Ну, только разочаровать, наверное Может быть, она футуристичная Давайте еще раз вернемся назад Я покажу эту красивую стеклянную ляду Которая вызывает такой большой эффект вау Автомобиль, кстати, имеет пробег 1349 миль Всего-навсего То есть, это новый автомобиль, чтобы вы понимали Значит, что, в принципе, в резване самое вау Что в этом танке вызывает столько эмоций Это его вот эта задняя ляда Задняя крышка стеклянная Которую они придумали и сделали Вот, кстати, обратите внимание Автомобиль, я напоминаю 1400 миль прошел всего Вот это дело все уже поржавело у него Все Вот петли, смотри Все уже поржавело Это петли, созданные ими То есть, это то, что сделали действительно они Проводка тут, она обязательно перетрется И может замкнуть Да ну, посмотри Ну, куда это годится Эта машина новая Она еще, в принципе, она еще не вышла Она еще не ездила То есть, вот это все уже ржавое Тут делают салон, как сказал вот этот чувак Он салонщик Можем зайти заснять А ну-ка, подожди Давай посмотрим, что здесь живет То есть, это запаска, я так понимаю Да А, ну здесь есть просто Это, кстати, родное Да, родное Все, что выглядит более-менее прилично И работает нормально Это родное от Вранглова Все, что корявое И, ну, такое Ну, страшно взяться Вот на саморезах, например, смотри Вот саморезами просто они закрутили И привет Это все господин Резвани создал А, у Патриота Вот Как для Нивы, в принципе, это неплохой вариант Для Патриота, неплохо Неплохой вариант для машины Ну, больше чем И выглядит хорошо Да Больше чем за дизайн Похвалить Резвани, наверное, ну, больше не за что Действительно, со стороны выглядит неплохо и красиво Ну, больше Короче, двух мнений после посмотра этого автомобиля У меня лично быть не может Это Это хорошая игрушка Если к ней не подходить То есть, если вы хотите иметь такую в гараже Чтобы Ваши гости Кайфовали от этого автомобиля И говорили Вау, у тебя классный джип То лучше их не подпускать Ближе, чем 3 метра И тогда это действительно будет хороший автомобиль И можно восхищаться Ну, большего дерьма Найти было сложно Честно Ребят, ну, с этой машиной все понятно Мы сейчас дальше двигаемся с представителем компании Резвани Который занимался салоном этого чудесного автомобиля Для того, чтобы посмотреть все-таки то, зачем мы сюда приехали А именно за черной птичкой За монстром Скоростным настоящим спорткаром Я бы сказал, суперкаром от компании Резвани Надеюсь, он нас не разочарует так, как это сделал танк От компании Резвани Которому, к сожалению, ничего хорошего сказать не мог Приключения с покупкой машины Резвани Оказались не так просты, как могли показаться сразу Очень долгое время ушло на то, чтобы найти, в принципе, место Где уже производят автомобили компании Резвани Где находится этот загадочный мистический завод На котором работает всего 6 человек Которые собирают эти автомобили Очень много локаций мы применяли, прежде чем Прежде чем нашли все-таки это место Значит, сейчас мы находимся в Лос-Анджелесе В месте, где находится самый эксклюзивный автомобиль Города Лос-Анджелеса Как уверяет его создатель, господин Резвани Также он говорит о том, что это Самый быстрый автомобиль, который наверняка Мы могли бы водить В своей жизни Так это или не так, вам предстоит это увидеть и понять сейчас Когда господин Резвани лично попробует этот автомобиль нам продать Напоминаю, что автомобиль этот стоит 325 тысяч долларов И на сегодняшний день является изюминкой компании Резвани И позиционируется как самый быстрый автомобиль компании И самый эксклюзивный Давайте посмотрим, что же из себя он представляет Ооо, да, детка Ооо, да Привет Я Феррис Еще кто не знает Это уникальный автомобиль Единственный в мире Он имеет 700 лошадиных сил Весит он порядка 900 килограмм Эта версия Это единственная версия, которая весит 950 килограмм Стоковая версия этого автомобиля Весит 750 Это чуть тяжелее Потому что у него есть кондиционер У него есть Еще какая-то прибуда Он мне сказал Которая утяжелила эту машину Дверь вы видите, что это открывается Это уникальный автомобиль в мире Единственный с такой, с такими дверьми Люди очень бурно реагируют на него Даже в Америке Все прибывают посмотреть Но скажу вам честно Собран он исключительно дерьмово То есть Если мы сейчас присмотримся поближе И посмотрим, какие моменты есть в нем Вы увидите, что очень много есть косяков По сути, этот автомобиль собран на базе лотуса Это лотус и лис Значит Двигатель у него от хонды Самое лучшее у него осталось Это, наверное, двигатель и шасси Все остальное Долепил сам резвание Вот, которое находится опять же здесь Вы можете посмотреть, что есть моменты и по кузову, и по сборке Смотри, значит, для того, чтобы дверь открыть Есть небольшие секреты Значит, мы закрываем ее Во-первых, звук, ощущение полного холодильника Захлопнули Она вся задрожала Это можно лицезреть Теперь, чтобы ее открыть Здесь есть ручка вот такая небольшая Вы ее дергаете Вот, и открываете Кстати, посмотри Все наклейки уже содрались С нее Вот, ты открываешь И дальше это дотягиваешь В принципе, это не вызывает никакого труда Это очень смотрится эффектно Но непрактично и неэффективно, как по мне Потому что вон уже все подралось И здесь краска вся содралась Вон все отлетело Потому что оно вибрирует все И оно все дрожит И там все, смотри Все поцарапанное Ну, бывалая она машина, конечно Такая, запаскали ее Очень трудно, ребята Давать какие-то оценки этому автомобилю Когда за твоей спиной стоит человек Который создал его и вложил душу Но честно вам скажу, что Ну, как по мне Она не стоит тех денег, за которые ее просят Я напоминаю, что данный автомобиль стоит 325 тысяч долларов И на 325 тысяч долларов Ну, он совсем не тянет Хотя это единственный в мире О чем, в принципе, говорит эта табличка Вот Ладно, что Попробуем сейчас завести машину Послушать двигатель Посмотреть, как она звучит С хондовским двигателем Вот смотрите Вот сейчас мы пока ждем Какой здесь двигатель Так, вот двигатель Я так понимаю, что если он держит эту штуку внутри То она не сама не фиксируется Эта история Оставалось порядком И я теперь понимаю, почему они не захотели Высылать нам предварительные фотографии этой машины Потому что она Печальная Ну, не знаю Ну, у нее состояние такое Бывало Вот здесь вот окошко у нее есть Где, по идее, должно быть Видно двигатель Но его не видно Потому что они переделали Как-то вот здесь кузов И не видно ничего То есть это был раньше лотус И здесь было видно двигатель И все им удалось переделать здесь Даже рулят этого автомобиля Они взяли традиционный гоночный Не стал резвать и заморачиваться И делать свой какой-то особенный И оставил спарковский такой Как он идет в стоке Все остальное здесь тоже от лотуса Как вы можете видеть Тут же ручник Все вот эти вот панели Это все чистый лотус Начиная от старта автомобиля От кнопок включения света Переключения на руле Кондиционера и прочего Это все чистый лотус Поэтому вы просто, в принципе, платите за эксклюзив Данного создателя, который откажется За моей спиной, не более Ничего особо эксклюзивного Кроме открывающихся дверей Вы не получаете в этом автомобиле Честно говоря, даже нет желания Особого на нем ехать Потому что не вызывает он восторга При ближайшем рассмотрении Честно говоря, голова у меня разболелась Даже от того, как он работает Не знаю Пропало всякое желание лично у меня Этот автомобиль покупать После того, как я его увидел Он говорит о том, что Если мы говорим о танке Который мы только что смотрели И выбираем версию бронированную То все стекла будут гораздо толще Ну, естественно, двери будут гораздо толще И колеса будут другие Которые выдерживают совсем другой вес Но вы видели уже качество Сборку этого танка После того, что мы увидели Честно говоря, покупать его Не хочется бронированных Потому что есть большие сомнения По поводу того Какая сборка брони там все же будет Учитывая, что они даже пластик Не смогли сопоставить достаточно ровно Удивляется он Почему и откуда мы взяли такого клиента Который заинтересовался Машиной резваний в Украине И честно говоря Эта машина вызывает восторг у людей Которые видят ее дверь Вот эти уникальные двери Они действительно крутые Но они необычные Хотя, ребята Она так закрывается Вот я уже прямо сейчас чувствую Как она цепляется низом двери Об стойку обратно И прямо чувствуется Как это все происходит О, вот так вот И все И вымедленно открывается Оф Вот сюда вот Но сказать, что это происходит легко и классно Ни хера Это не легко и не классно Если бы это открывалось Электрическим приводом Было бы гораздо интереснее, да? Но я думаю, что ему сейчас стыдно Вот он сейчас уже не хочет Он чувствует, что она выглядит Он чувствует, что он загомнолепен Очень Но, в принципе Если вы хотите подобного рода машину покупать Идея не плохана Не прогадайте Да Есть у меня еще одни большие сомнения По поводу того Что будет, если ты откроешь вот так дверь Что будет, если ты откроешь вот так дверь А руль ты будешь в этот момент вывернуть В ту сторону Что произойдет? Здесь совсем небольшое расстояние Что произойдет в этот момент? То есть надо Перед тем, как вы открываете дверь Надо убедиться, что все-таки колеса ровные Только потом можно открывать дверь Я вам сразу говорю Это машина для наших реалий Это В общем, вот эта машина сейчас Продвижает мировому чемпиону по кикбоксингу Которого зовут рэмпинч И здесь мы находимся сейчас возле спортзала Где он занимается Это по факту его сейчас машина И если ее лично продает Создатель этого автомобиля У меня есть большие сомнения Что он продает это по собственной воле Мне кажется, мировой чемпион по боксу Просто поставил ему условия Либо, сука, ты продашь эту глядь Вот этот тазик, который ты мне втюхнул Либо я тебя в этом спортзале похороню Поэтому лично сам Резва Не приезжает для того, чтобы показать эту машину И попробовать ее продать Повторно вторым клиентам Поэтому, ребята Делайте выводы сами В принципе, я рассказал и показал вам про эту машину Все, что можно было показать Нет желания абсолютно у меня на ней кататься Потому что в Украине я имею возможность Поездить на разных Лотусах В том числе и на Элисе На базе которого было создано это чудо техники Поэтому, если вы хотите действительно Драйвовых ощущений Вы всегда можете прийти в автосалон компании Лотус И попробовать покататься на нормальном автомобиле Без всяких пассивов Для того, чтобы понять Насколько хороша машина От ее создателя Надо посмотреть, на чем ездит создатель Господин Резвани Своему автомобилю предпочитает Новенький Порш Делайте выводы, друзья И вы поймете Стоит ли брать машину эту или нет Учитывая, что сам хозяин Компании ездит на новеньком Порше Ну что, ребят Вот вы ее видели Именитую марку Резвани Можете сделать вывод Об этой машине самостоятельно Я думаю, что ничего объяснять больше не надо Видео очень ярко показывает Качество и всю мощь этой марки Хочу лишь остаться на нескольких деталях И моментах Которые всплыли в процессе Съемки этого видео И такие интересные нюансы Как когда мы сняли короткое видео Для потенциального покупателя Этого автомобиля И отправили ему Он очень расстроился на самом деле Потому что человек действительно Хотел эту машину Ждал ее И ждал нашей рецензии на нее После того, как он ее увидел И пообщался с друзьями Знакомыми Естественно, он от нее отказался И сделал об этом пост Пост в своем инстаграме Где отметил машину Резвани После чего буквально через несколько часов Мы получили несколько дневных писем От собственника компании Резвани Собственно, господина Резвани Который просил немедленно убрать Из интернета фотографии этой машины И что мы вообще оклеветали его марку И прочее, прочее Мы сначала не могли понять Чем это связано До тех пор, пока мы не стали Общаться с ним в переписке И выяснилось, что данная машина На базе которой было сделано Резвани Я напомню, это Lotus Elys Была куплена на одном из аукционов И она была тотально разбита Это можно посмотреть по ВИН-коду Когда мы снимали эту машину Мы зафиксировали ВИН-код ВИН-код у нее остался прежний Это ВИН-код Lotus На базе которого она была собрана И по этому ВИН-коду мы подняли С аукциона все фотографии этой машины Вы сейчас их можете видеть Также мы заказали полный отчет По этой машине В котором было сказано Что машина была трижды, друзья Трижды тотально списана То есть у нее было несколько ДТП Не одно ДТП В принципе на фотографиях Ничего особо страшного нет Есть какие-то повреждения скрытые Которые также указаны В Condition Report Но даже дело не в этом Когда мы об этом сообщили Потенциальному покупателю Он был очень расстроен В связи с тем Что он по фотографиям Так хотел эту машину И так надеялся Что машина будет Надлежащего качества Что даже подумать не мог О том, что машину собирают На базе разбитого лотоса Поэтому не доверяйте картинкам Доверяйте только собственным глазам Я думаю, что Это лучший способ для того Чтобы убедиться В качестве этого продукта Которого вы покупаете Ребята, ну это не повод расстраиваться Потому что вместо автомобиля Резвани мы нашли Нечто более интересное Я вам обязательно это покажу Был куплен автомобиль Который имеет схожие характеристики С автомобилем Резвани Который разгоняется до сотни 2,5 За 2,5 секунды У вас будет возможность Написать в комментариях Ваши мысли по поводу марки И модели этого автомобиля Автомобиль, я думаю В скором времени Пребудет в Украину Я обязательно сделаю обзор И покажу вам, что это За чудо-автомобиль Который также будет Единственным в Украине И самым быстрым, я думаю Так что до встречи Подписывайтесь на канал Не пропустите Всем пока